Вы знаете, я очень хотел бы, чтобы мои современники стали классиками. Я очень хочу и, наверное, моя мечта жить в то время, когда я понимал бы, да, что я живу с Пушкиными, с Лермонтовыми. Мне кажется, это большая была бы честь и гордость. Знаете, как я отношусь к современному искусству? Я не делю искусство на современное, классическое или до-до-до нашей, дореволюционное. Я делю искусство на искусство и не искусство. А критерий очень простой. Он такой немножко детский, смешной. Нравится или не нравится? Верю или не верю? Если вы не смотрели один из моих любимых фильмов «Один плюс один» «Интачи Волос», когда он смотрел на картину и говорит, в этой картине что-то есть. Да что в этой картине есть? Кому-то дали в нос и кровь потекла носом. Да нет, нет, в этой картине у него какой-то тревожный. Да что тревожный там? Знаете, да все, вопросы об искусстве. Если человек, опять-таки, каким-то образом, он имеет право на то, чтобы у него дома стояла какая-то картина, и он слушает какое-то произведение, если его это вдохновляет. Наверное, я отношусь к той части людей, которые все-таки я не делю, опять-таки, искусство на современное, или какое-то для элиты, или там вот это быдло, оно не понимает. А это вот какой-то элитный там суперэксперт, и вот он увидел что-то, а все остальные там не понимают. Нет. Я считаю, что стихотворение Пушкина понятно всем. И вот это и есть искусство. Если есть какое-то полотно, которое вдохновляет людей, оно должно быть понятно всем. Вот это я называю искусством. А не когда что-то, как предмет, разделяет общество. Вот когда что-то объединяет людей, вот это я называю искусством. А когда что-то разделяет людей на там типа второй сорт и элиту, это для меня не искусство.